Здравствуйте зрители канала УТАТЬЯН Сегодня мы вместе с вами посадим вот такую пряную травку которая называется эстрагон или в народе еще говорят на нее тархун Все мы помним, что такое тархун Это очень вкусный зеленый-зеленый напиток напиток из детства Что такое эстрагон? Это один из видов полыни один из видов, который не горчит единственный, потому что вся остальная полыни, если все знаем обладает неимоверной горечью Сейчас я вам расскажу все, что я знаю о тархуне Тархун это многолетняя трава многолетние растения которые имеют очень-очень мощное корневище и размножаются семенами черенками и, конечно же, делением куста Самый лучший и эффективный способ это делением куста и еще черенками Если вы решили размножить черенками вам нужно что сделать? Отрезать сантиметров 15 черенка и посадить ее, это растение, в грунт У эстрагона можно выделить ароматическую и неароматические разновидности К ароматическим относятся эстрагон ароматический Какие бывают сорта у эстрагона? Французский, грибовский и, конечно же, русский Это самые популярные сорта эстрагона которые встречаются в наших местах Где любит расти тархун? Тархун, конечно же, любит плодородную почву, воду и воздухопроницаемую Любит, чтобы расти на возвышениях В низинах, конечно же, вы его не садите потому что затупляется рост и наши растения начинают очень медленно расти Что еще нужно? Конечно же, если у вас бедная почва внесите перегной Только перегной у вас должен быть очень-очень такой сыпец уже ему лет 5-10, не меньше Тогда растение будет хорошо расти и размножаться Высота эстрагона до 1,5 метра если он растет в хороших условиях Почему мы используем его и садим у себя дома? Потому что он украшает нашу, конечно же, территорию декоративностью своей Цветет, цветет колокольчиками на 3-4 год зацветает красивыми колокольчиками желтого цвета Листья мы видим у нашего растения ланцетовидные очень богатые эфирными маслами, витаминами макро- и микроэлементами Хозяйки используют его вместо укропа или петрушки Еще эстрагон используется где? В кулинарии, в консервации Он придает, например, если мы добавим его при консервации огурцов придаст такой приятный запах анисовый, и еще наши огурчики будут хрустеть Что еще можно рассказать? Это растение является не только красивым и полезным в кулинарии а еще полезным в народной медицине его используют как мочегонный, укрепляет кишечник, желудок, иммунную систему и в нем много витамина С Раньше люди использовали его для чего? Для того, чтобы при зубных болях если пожевать листья тархона зубная боль проходит повышает аппетит хорошо Ну что же, начнем посадку растения Сделаем неглубокую ямку Внесем туда органического удобрения Я ее уже полила Ямку нашу И попытаемся посадить Посадка должна быть Какая? Улаживаем корневище и расправляем корешки Эстрагон не любит обильного полива Но если вы уже посадили в этот год эстрагон Вы польете его для того, чтобы это растение хорошо принялось и прижилось А впоследствии он, благодаря своим мощным корневищам будет сам себе добывать воду и питательные вещества из нашей почвы При семенном, как я уже говорила, размножении наше растение теряет свои качества пахнущие И еще эстрагон может расти на одном месте много лет, но я вам советую через 3-5 лет пересаживать потому что запах уже не тот теряет свои качества и вы должны его выкопать, рассадить и посадить на другое место Все, что я вам хотела рассказать об этом очень нужном, красивом растении Если вам понравилось видео, попрошу подписаться на мой канал поставить лайк, я буду ждать До скорых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok